Громкая и, как поначалу казалось, совсем не политическая новость недели. Российские ученые получили Нобелевскую премию по физике, но неожиданно повод для национальной гордости оказался причиной для расстройства. Выяснилось, что ученые-то вовсе не российские, они бывшие советские, давно убежавшие на запад. Константина Новоселова и Андрея Гейма тут же позвали обратно на родину. У нас ведь теперь есть свой город инноваций, Сколково, где можно поработать. Нобелевские лауреаты ответили резко, вы что, с ума там все посходили? Из-за мешок золота не поедем в Россию. Свои первые опыты Андрей Константин ставили в черноголовки. И вот интересно, как бы сложилась их судьба, не окажись они в Манчестерском университете. Игорь Макаров поговорил и с ними, и с теми, кто остался здесь. Таких пробок в Манчестере не бывает, даже когда на стадионе Олд Траффорд футбол. Но сегодня праздник на другой улице. В местном университете чествуют своих нобелевских лауреатов. Вы что, хотите сфотографироваться со мной? Не сходите с ума. Даже просто постояв рядом с доктором Новоселовым, здесь его по-мальчишески называют Костей. Местные студенты уже прыгают от счастья. В России на успех гейма и Новоселова отреагировали сдержанно. И правда, у одного британский паспорт, у другого голландский. И зачем нам поздравлять иностранных граждан с иностранной премией? Когда я жил в Советском Союзе, из-за моей фамилии и моего раскатистого «Р» меня называли либо фашистом, либо жидом пархатым. Русским меня впервые назвали в Голландии. Так любовь к науке победила любовь к родине. На самом деле мы шампанское, как вы с вами, с первыми пьем. У родителей Кости Новоселова до сих пор дрожат руки и голос. Но ведь с Нобелевской премией всегда так. Вроде есть повод выпить, а за что – непонятно. Представить невозможно, что это такое. Но если заменить кремниевые транзисторы на эти одноатомные, то, наверное, приборы будут выглядеть совсем по-другому. Это твои догадки. А что? Пускай не мы об этом рассуждаем. Ладно. С открытия графена и шести лет не прошло, а уже весь мир гудит. Мол, теперь все ноутбуки, телефоны и фотоаппараты будут выглядеть так – тонкая, гибкая и при этом очень прочная лента. Работать такой гаджет будет в 20 тысяч раз быстрее любого айфона. И не только компьютеры и телефоны. Из графена можно хоть лифт на луну строить, хоть убивать сверхтонкой иглой раковую опухоль. Это и есть та самая нанореволюция. И даже не верится, что началось все с карандаша и фистеховской смекалки. Стержень обычного карандаша – это графит. Слоистый материал. Вот здесь у нас закреплен монокристалл графита. Что делали Геймановы Оселов? Они брали обычный скотч и, прилепив его к монокристаллу, отщепляли слой за слоем. Скотч при этом играл роль напильника. Когда на монокристалле оставалась последняя терраса толщиной всего в один атом, это и был графен. Оставалось самое сложное – подвести к чешуйкам графена электричество, чтобы изучить его свойства. Справиться с задачей смогла только старая команда из научного центра в Черноголовке. Главный технолог революционных экспериментов Сергей Дубонос тоже эмигрировал. Черноголовку променял на коз, кур и свежий воздух. Тут не до лифтов на Луну, а углерод только из леса, чтобы печку топить. Как-то даже ничего внутри не скребет, даже учитывая то, что на велескоприлитет пошла мимо. Одногодки с Геймом в общежитии жили в одной комнате, а стукнуло 50 и уезжать поздно. А тут какая научная карьера? Вот получил бы Андрей Нобелевскую премию, если бы он находился в России. Получил бы? Я думаю, что нет. Не сейчас. Если бы получил бы, как у Аферов, только много лет спустя. А там у них скорость немножко другая. За 10 лет после эмиграции Андрей Гейм стал самым цитируемым ученым в мире. То присмотрится к лапам гекконов и выпустит клейкую ленту, как у Человека-паука, то освоит левитацию. Лягушка в магнитном поле воспарила, как птеродактиль. А Гейм получил Шнобелевскую премию за самое бесполезное открытие. Спасибо, конечно. Но самое смешное, в прессе мою летающую лягушку назвали лучшим открытием последних лет. Ну а теперь вот Нобель. И слава классика в 52 года. 36-летний Новоселов и вовсе самый молодой лауреат за последние полвека. Вот и вспомнили все, что эта победа – российской науке. И оно нам – нано. Конечно же, нам это крайне интересно, и, конечно же, мы заинтересованы сотрудничать. Правда, сами лауреаты о предложении слышат впервые. Сколково вас звали? Нет. Мне никто не предлагал, и планов таких нет. Бюрократия, мелкие шпеньки, хироархарическая система, которая в России царит, они не делают страну привлекательной. Но даже в викторианских интерьерах группа Гейма Новоселова остается маленьким островком московского фистеха посреди Соединенного Королевства. Получаем кайф. Это все равно то же самое, что она шукует. Эти ребята полны сарказма и много пьют. Но знаете, здесь все хотят работать у Андрея. Несколько лет назад Гейм собрался было в Россию. Хотел встретиться с коллегами, но ученому отказали в визе. Слишком уж это обидно – быть родиной нанореволюционеров, а колыбелью нанореволюции так и не стать. И это понимают и в Кремле, где все слова в граффити отливаются, и на маленькой московской кухне. Вам самим хочется, чтобы Костя вернулся работать в Россию? Нет. А у него джинсы, майка и лаборатория. Он счастлив на все 100%. Игорь Макаров, Марина Сагомонян, Центральное телевидение. Оказывается, существует еще одна версия, почему нобелевские лауреаты не хотят возвращаться в Россию. И в эту версию верит только он – Виктор Петрик. Кто это? Это тот самый человек, который якобы создал вечный двигатель, а еще в соавторстве с Борисом Грызловым изобрел сомнительный чудо-фильтр для очистки воды. Всех потрясла первоначальная цена этого проекта – 15 триллионов рублей. Он себя называет ученым, в чем сильно сомневаются в Российской Академии Наук. И вот на днях Виктор Петрик сделал громкое и скандальное заявление. Нобелевскую премию дали не тем. Графен изобрел я. С чего бы? Спросим у него самого. Но сегодня он у нас в студии. Виктор Иванович, вы вообще серьезно с этим заявлением? Нобелевская премия не тем открыли в России? Открытие графенов произошло в России. Ну то есть в Нобелевском комитете дураки, что ли, сидят? Прошу прощения. Если сделано заявление, что за открытие графенов, то да, эта технология создана. Мало того… Кем? Мною. Почему вы результат своего эксперимента не отослали, например, в один из самых авторитетных журналов «Нача»? Потому что я был очень увлечен другими вещами. Я был и увлечен созданием этого материала. Разве мог я подумать, что за данное открытие кто-то получит Нобелевскую? Мы написали в наших журналах в пяти. И никто нас не услышал. Потому что никто не перевел на английский язык. Никто не послал эти статьи за границу. А я не послал и не рассчитываю на что-нибудь необыкновенное. Я делал свое дело. Я создал производство промышленное. Я продал нашему государству 25 тонн графенов. Тех, которые вы сейчас увидите. О! Хорошо. Давайте уже получим графен, о котором так долго говорит мировая общественность. Сейчас мы сделаем следующее. Я нагрею с помощью зажигалки. Это похоже на школьный опыт, да? Нет, так не говорите. Это высочайшая наука, какая была в руках сегодня, связанная с углеродом. Я беру щепотку графита, размещаю на пластинку. То есть это ломаные карандаши, я так понимаю, да? И что, вот это графен? Это графены. Посмотрите, вспышки взрыва, видите? Вот идиоты в Мачестинском университете. Так все просто. Графен. Нобелевская премия. Я, конечно же, создав этот продукт, искал возможность его применения. Что с ним делать дальше? Мы сейчас закончили исследование и получили право на применение внутрь. Мы очищаем весь наш кишечник от холестеринов и так далее. Вы сейчас уверяете, что это можно и есть? Я это сделаю сейчас при вас. А водичку дадите мне запить? Водичку дадим запить. Мало того, я хочу сказать вам, очень короткий промежуток времени пройдет, когда вы будете пользоваться нашей водой и когда вы лично будете принимать внутрь наш ОСВР. Я никогда, Виктор Иванович, простите, пожалуйста. Будете, за что вы? Вам Нобелевскую премию еще не дали, верить вам не могли. Я же сказал, очень короткий промежуток времени пройдет, но через год. Вот вам вода. Чистенькая? Чистенькая, конечно. Очень хорошо. Да графена же очистит все, какая разница? Вот сорбите. Смертельный номер. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы знаете, я в школе тоже карандаши грыз и ел графен. Чё, 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 чё? Что? Не надо ваших примеров лично. Ну почему, если я ел карандаши, тоже и не умер, когда был маленьким? Чё же вы боитесь графен мой есть? У вас есть детский опыт поедания углеродов. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Иванович, у вас графен на губах не отсох. Это был Виктор Петрик. И в любом случае, спасибо ему огромное за то, что мы теперь наконец-то знаем, что делали в России, пока гейм и новоселов работали над открытием, которое принесло им Нобелевскую премию. Виктор Петрик от предложения перебраться в Сколково точно не отказался бы. Есть одна проблема. Никто не зовёт. И пока он оспаривает достижения наших физиков-эмигрантов, мой коллега Павел Лапков, кстати, кандидат наук, написал Нобелевскую Оду. Он так взбудоражен этой историей, что неожиданно для всех с прозы перешёл на стихи. В горле застряло горькое слово. Иммигранты на кривой кобыле объехали. В Нобелевском комитете нету грызлова. Вот и посыплешь голову пеплом. Стол трескается, не выдержав температуры. Горячий графен евроремонт пачкает. Смотрите, шведские дураки и дуры, чьи на самом деле ваши кроны в пачках Петрика ограбили. Учёного ранили тереть карандаш большие искусники. Не могут понять утекшими мозгами, что Нобелевский комитет – это место для дискуссии.